какие материалы можно и нужно укладывать на пол у нас есть пять вариантов напольных покрытия в которое каждая имитирует дерево справа от тебя это что это массивная доска так называемая то есть цельный кусок массива это дерево чистое второй вариант это паркетная доска следующий вариант это ламинат кварц винил ну и последний материал который мы сегодня рассмотрим это керамогранит давай час вот о чем поговорим мы так и не решили а что же взять допустим я для себя хочу выбрать какой-то материал я не знаю какой у пол у меня должен быть деревянным визуально так вот плюс и минусы этих материалов с чем я столкнусь я думаю что нужно начать наверное с цены конечно самое главное сейчас пойдем от керамогранита и до массивные доски и так берем керамогранит я так понимаю разбег может быть колоссальный очень большой от и до это зависит от производителя да безусловно производитель кто может быть это может быть россия китай и европа основные которые представлены у нас россии тут три европы это в основном италия испания италия испания да наверное но основные основные точно это италия испания да то из них лучше всего имитируют дерево я думаю что здесь лидерами наверное итальянцы будут у них очень хорошо получается имитировать дерево ну можно а испания порцелоноса внутрь они я не умоляю ничьих это да достоинств просто в италии больше фабрик которая занимается керамогранитом и италия в этом преуспела лучше россия и китай россия и китай вот это кстати керамогранит российского производства но вы знаете в россии тут история такая что есть несколько фабрик которые вообще-то как бы организованы например итальянцами да то есть вот в эталоне например фабрика эталона российская да то есть у них там собственник насколько я знаю итальянец мы даже как-то виделись общались атлас конкорд это тоже группа компаний по идее итальянская вот которая просто вошла в россию организовала здесь завод и продает керамогранит ну и молодцы в общем то потому что в общем все дороги ведут в рим давай по цене значит средняя цена наверное на керамогранит так недорогой но хорошая дерево порядка 2000 рублей наверное за квадратный метр он будет похож на дерево да он будет а будет видно что это плитка да будет видно что плитка ну опять же кому как конечно да и дорогой вариант где не отличить от дерева что это порядка пяти с половиной шести тысяч рублей за квадратный метр чуть мало берет мало да ну я стараюсь демократично ну если мы говорим про европейский керамогранит то примерно вот ну вот так вот пять с половиной шесть а вот если прям надо вообще нормально 8 8 8 с половиной девять тысяч вот это прям будет очень хороший качестве 8-9-10 тысяч рублей за метр квадратный и у вас будет идеальный керамогранит с идеальным не повторяющимся рисунком полная имитация дерева например 100 квадратных метров каких-то миллион рублей не отличить от дерева ну разве что только ножками когда голыми встанем почувствуем что пол холодным но теплый пол решает эту проблему потому что под керамогранит можно укладывать теплый пол без каких-либо ограничений электрический водяной любой игре ноги на здоровье наслаждайтесь а вот кстати под инженерную доску не рекомендует не рекомендует но есть определенные производители которые могут разрешают укладывать теплый пол под инженерную доску просто инженерная доска не должна нагреваться выше 27 градусов давай пойдем дальше по деньгам мы размазали наш ответ кварц винил стоимость как я уже сказал клеевой кварц винил стоит порядка полутора тысяч восемьсот за квадратный метр замковый кварц винил стоит около двух двух с половиной тысяч за квадратный метр и я кстати говорю сейчас вам наверное довольно бюджетные варианты потому что есть опять же европейские этой про китайские варианты говорю есть а ну корейские и китайские также есть европейский кварц винил он стоит существенно дороже там уже ценник начинается где-то от двух с половиной тысяч даже за клеевой и три с половиной четыре тысячи рублей это вот ну такая средняя цена получается а россия не производит россия насколько я знаю кварц винил не производит по крайней мере мы не сталкивались возможно есть если есть напишите в комментариях мы с ними свяжемся посмотрим но в принципе за две тысячи рублей мы получаем достаточно хорошую имитацию по дереву во всяком случае насколько я видел да и именно поэтому кварц винил сейчас все больше и больше завоевывает популярность и его используют все чаще и чаще в проект и еще потому что он влагостойкий вот в отличие от дерева потому что дерево мы думаем стелить на кухне или не стелить это проблема на самом деле разлили водичку что там дальше произойдет разбухнет ли он сиди гадай сиди гадай а кварц винилу как бы все равно до затопили подумаешь осушили и все все нормально плитки все равно кварц винилу все равно да а дереву не все равно и кстати ламинату тоже ну есть производители которые заявляют о том что у них влагостойкий ламинат мы сами такой ламинат продавали но не проверяли влагостойкий он мы решили не топить просто поэтому есть действительно производители которые говорят о том что у них влагостойкий ламинат у них там определенная подложка идет какие-то пропитки и обработки вот но вообще в целом в общем ламинат он не влагостойки то есть если особенно вот сюда вот в соединение попадает вода то ну происходит просто разбухание деформация и ничего хорошего а если вас затопили то надо полностью все разбирать сушить и какая-то часть ламината у вас выживет какая-то не выживет но одну плашечку не поменять придется все снять да мы ушли от вопроса по поводу стоимости давайте по стоимости давай производители кто производитель ламината основные производители это все-таки европа и китай то есть россия в россии производит ламинат ребята но мы не брали мы не брали честно скажу то есть мы просто там класс очень низкий давайте да вот то есть ламинат он то есть зависит от того какого класса ламина да там 30 31 32 33 и так далее то есть стоимость зависит то что продается в масс-маркете то есть это уби леруа мерлен что у нас еще на кофе не продают ламинат то есть там чаще всего ламинат идет очень низкого качества то есть сама плита из которой он изготовлен она более рыхлая да то есть там порядка 500 600 рублей по моему за квадратный метр наверное до полутора тысяч я предполагаю что есть я просто давно последний раз в леруа именно ламинат смотрел вот в леруа то недавно был смотрел ламинат давно то есть но я думаю что до полутора тысяч где-то а какие-то более скажем так хорошие варианты они как раз где-то полутора тысяч чего цена зависит цена зависит вот как раз от качества самого материала от рисунка то есть насколько часто повторяется рисунок в ламинате то есть вы уложили у вас все плашки одного рисунка такой бывает вот китайский ламинат кстати он примерно такой а значит также зависит от качества самих замковых соединений то есть насколько они плотные да насколько они хорошо защелкиваются ну и наверное зависит конечно от места производства ламината, потому что в Европе рабочая сила дороже, чем, допустим, в России. Поэтому, ну и, естественно, зависит от вот этого последнего верхнего слоя, то есть именно он и задает эксплуатационные характеристики ламината, то есть то, как ламинат будет истираться. Так вот, полторы тысячи – это начало, наверное, только как бы хорошего ламината, то есть и средняя цена нормального покрытия из ламината – это порядка двух с половиной тысяч, трех с половиной тысяч за квадратный метр, и она может доходить где-то до шести тысяч рублей за квадратный метр. За ламинат? За ламинат, да. Да, ладно. Да, да, там акустическая подложка уже идет, там, ну, в общем, праздные приморки. Акустическая подложка? Да, да, да. Кстати, акустическая подложка. По поводу ламината есть такая особенность, что когда по нему ходишь, он звенит. Да, да. Так цокаешь, если особенно в туфельках пошел или в тапочках на твердой поверхности, они цокают. Это вот из-за того, что у нас здесь плита МДФ. А акустическая подложка решает этот вопрос? Да, этот вопрос как раз решает, то есть именно с этой целью она, в общем-то, и призвана. А вот эта не звенит, не цокает? Ну, она, так как здесь мел, по большому счету, вот, то есть он звук поглощает лучше. Но не цокает. Ну, да, так не цокает. Здесь же просто звуковая даже немножечко прослойка получается. Ну, и этот понятно, что цокает, потому что он керамика. Да, керамика. Ну, не, не керамика, это керамогранит. Там, да, все серьезнее. Итак, полторы тысячи можно хорошее купить? Две? Две, наверное. Две тысячи рублей и хороший ламинат у вас в кармане. Дерево любое, цвет любой. Хотите, чтобы это выглядело действительно как под дерево, ну, наверное, придется чуть больше потратить. Хотя бы две с половиной, наверное, тысячи рублей, чтобы хотя бы рисунок, ну, не повторялся. И, наверное, класс, чуть повыше стираемости будет. Ну, в целом рисунок будет поинтереснее. Хорошо. Идем к паркетной доске. Паркетная доска. Сколько стоит? Кто производит? Производит. Явки, ставки? Да, все просто, на самом деле. Кстати, ничего нового. Под луной, что называется. Производит его Европа, производит Китай паркетную доску. Производится паркетная доска в России. Сейчас, кстати, все больше и больше производителей паркетной доски, потому что у нас дерево, в общем-то, есть. То есть, поэтому... На подложку. Да, на подложку. Но там полезный слой покупают. Хотя, ты знаешь, очень часто используют дуб как верхний слой. И, соответственно, дуб-то у нас тоже есть. А уже дуб тонирует в разные там цвета. Итак, Россия, Китай, Европа. Да, средний ценник за паркетную доску составляет примерно где-то 4 тысячи. А, наверное, средний 5, что-то, что-то составляет. Это кто производитель? Это производитель будет у нас даже Европа, может быть, вот что-то. А российский за сколько можно купить? Я видел за 1200 в Леруа Мерлен. Ну, Леруа Мерлен молодцы в этом плане. Что тут еще сказать? Я считаю, что за 1200, наверное, там, ну... То есть, ты затрудняешься ответить, из чего он? Да, да, типа того. Ну, я считаю, что он не выстоит, наверное, просто долго, вот и все. Мое предположение. Что здесь вообще самое-то как бы главное? Почему там европейцы, например, лучше, чем китайцы и так далее? Здесь клей имеет огромное значение. Здесь та древесина, из которой он изготовлен, она имеет огромное значение. То есть, какой она сушки. Если она высушена хорошо, то она, наверное, будет дольше стоять. Если клей хороший, то не порвет у нас, значит, паркетную доску. Здесь вот в этом самый ключевой момент. И европейцы, они славятся тем, что они дотошно к этому относятся. Что они древесину долго сушат и правильно сушат ее. Поэтому... Цена. Ну, я говорю, средний ценник, наверное, это будет где-то 4-5 тысяч за квадратный метр. За эти деньги... За хорошие. Да, за эти деньги можно купить уже какую-то, ну, хорошую паркетную доску. Боюсь уже спрашивать про цену массивной доски. И, как ни странно, зря. Потому что массивная доска, конечно, ребят, в зависимости от вида дерева, но в целом массивная доска за квадратный метр стоит дешевле. Дешевле, потому что это цельный, вроде как, кусок дерева. То есть, она стоит там порядка от 2,5 начинается примерно ценник на нормальную, более-менее массивную доску. Но здесь в чем фишка? Все зависит от вот этой породы дерева. Потому что, если это будет какая-нибудь, например, суккупира или там кумару, то есть, ну, это там африканские, да, эзотические породы дерева, то, соответственно, вы заплатите гораздо больше за это дерево. Или там американский орех, например, в массиве. Это будет вообще... Короче, есть наш производитель? Да, да. Россия есть? Сколько стоит? Дубовые производят, ну, они вот как раз, наверное, где-то 2 тысячи, 2,5 тысячи. Обработанные уже с лаком, маслом? Да, есть обработанные под лаком, под маслом. Китайский вариант сколько будет стоить? Дороже, наверное, будет стоить, скорее всего. Прошу прощения, не дороже. Примерно так же будет стоить, потому что логистика очень много съедает. То есть, он там дешевле стоит, если покупать его вагонами, сразу предупреждает. То есть, вы не купите там 100 квадратных метров дешевле, чем в России. Потому что сейчас очень сильно поднялся юань относительно рубля. Ну, сейчас это уже давно произошло. То есть, просто я помню, в 2014 году, допустим, цены в Китае, да, на вот подобные... Ладно, говори, сколько здесь он стоит? Да столько же будет стоить, 2,5-3 тысячи рублей за квадратный метр Китайский. И Европа? Европа будет стоить порядка уже 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 тысяч за квадратный метр. 12 тысяч раз! 16 тысяч раз! Вы поняли? Кстати, можете писать, сколько вы готовы отдать за паркетную, массивную, массивную доску. То есть, и какие цены для вас являются приемлемыми, это тоже будет интересно. Давай подытожим. Да. Значит, по цене. Например, я хочу для себя дубовый пол. Передо мной есть 5 вариантов, как это можно реализовать. И мне нужно сейчас на первом этапе определиться по цене. Хочу, чтобы пол был дуб. Итак, поехали. Если я беру дуб, массивную доску, твой вариант, что бы ты предложил и сколько это будет стоить? Чтобы он был хороший, чтобы у меня не было никаких проблем через 5 лет. Чтобы он лежал и лежал. И вообще все красиво было. Я бы предложил вариант где-то тысячи за 3,5 примерно, по стоимости я имею в виду. То есть, если это дуб, то это приемлемая цена. Я бы, наверное, предложил какого-то европейского производителя. Ну, я не буду сейчас в фирму углубляться, но, скорее всего, это была бы какая-то... В общем, Европа 3,5 тысячи рублей. Да, примерно так. А дальше этот вариант, сколько мне обойдется? Хороший дуб, хороший производитель, надежная... Порядка, наверное, 6,5-7 тысяч рублей за квадратный метр. Это был бы производитель... Ну, что-то я вот как раз себе про Боин заговорил. Наверное, может быть, их бы предложили или что-то еще вот из этого. Его укладывать гораздо проще, как я сказал, да? Вот, кстати, будут... На укладке здесь не сэкономишь. Здесь положили... Ламинат. Ламинат я бы предложил, наверное, тысячи где-то за 3. Довольно неплохой вариант. Может быть, что-то... Перго какой-нибудь вот... Что-то из этого. Кварц-винил. Кварц-винил. Здесь можно даже предложить какие-то корейские варианты. То есть, ну, вот в районе там 2 тысяч... 2-2,5 тысяч рублей. В зависимости от того, клеевой или замковый вариант, можно уложиться. И плитка. Плитка я бы предложил, наверное, какой-то даже российский, может быть, вариант. Если, опять же, здесь насколько сильно нужно имитировать дерево, да? Можно российский вариант... Нужно сильно имитировать, да. Сильно. Ну, давай, я все-таки скажу о России. Это примерно где-то около 2,5, наверное, тысяч рублей за квадратный метр. Если российский керамогранит. И можно взять европейский керамогранит. Он бы стоил около... Ну, вот 6, наверное, тысяч рублей за квадратный метр. Понравилось видео? Ставьте лайк. Жмите на колокольчик. И подписывайтесь на мой канал. Да не подписывайтесь. Да пребудет с тобой муза. Ну, с ценами все понятно, я надеюсь. А теперь давай про те расходы, про которые как бы обычно не задумываются. И начнем с массивной доски. Я купил доску, она вроде бы дешевле, чем паркетная доска. Но ты говоришь, что там есть дополнительные существенные расходы, которые придется оплатить, если мы хотим эту доску. Что это за расходы?